2022 год уже на пороге и место металлического быка вот-вот займет водяной тигр. Что же принесет нам полосатый хищник и кому удастся его укротить? Ответ у астрологов, экстрасенсов, ученых. Уже второй год весь мир встречает в пандемийных условиях. Главный вопрос к тем, кто способен заглянуть в будущее, победим ли мы ковид. На 2021 Алсуга Земзянова предсказывала вирусу развитие и новые мутации. А что на следующий? Сейчас мой прогноз такой, что к 2023 году он уже не будет такой активный. Он все равно останется, еще будет дальше и будет мутировать, но уже будет не такая смертность, как на сегодняшний день. 2022 год, как мы можем заметить, он состоит из двоек. Двойки вообще в нумерологии это энергия. Поэтому здесь очень важно настраиваться на ту энергию, которую мы хотим прожить этот год. Чтобы 2022 не стал годом горьких уроков, главное – позитивный настрой. Тигр любит решительных и настойчивых. Сумма же трех двоек года дает венерианскую цифру 6. Венера поможет добиваться успеха через мягкость. Больше всех повезет, конечно, тем, кто родился в год тигра. А поскольку он водяной, удача ждет и соответствующие знаки зодиака. Это будет год противоборства Сатурна и Урана. Это произойдет где-то ближе к лету. Сатурн уступит место Урана. То есть, эти старые энергии уйдут и будут перемены. Перемены к лучшему. Потому что это еще и венерианская шестерочка. Она, конечно же, будет смягчать все наши условия проживания и облегчать нашу жизнь. Своя математика у экономистов. От Нового года ждут примерно такого же курса валют, а стабильный курс – самый комфортный для экономики. В наступающем 2022 году мы увидим снижение темпов инфляции, которое за собой потянет снижение процентных ставок. В том числе и по ипотечным кредитам, и по потребительским кредитам. Это оживит и экономику в целом, и несколько облегчит положение рядового гражданина. К пандемии экономика в целом приспособилась. А если снимут часть ковидных ограничений, многие предприятия, в том числе малого бизнеса, смогут заработать в полную силу предпринимателей, платить налоги. Тогда можно ждать и роста, отмечает экономист. Верить ли прогнозам каждый решает сам. Ну а уже через несколько часов можно начать следить, какие предсказания будут сбываться. Лина Зинатульна, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова